друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов если анализировать повестку текущего экономического календаря сегодняшнего дня то вы знаете каких-то значимых релизов сегодня мы не найдем но возможно сегодня последний спокойный день перед очень серьезной волатильностью которая начнется уже завтрашней торговой сессии потому что завтра на повестке отчет по инфляции в сша релиз который невозможно переоценить потому что он напрямую влияет на проводимую в сша монетарную политику соответственно на доллар и соответственно на прочие финансовые инструменты поэтому изначально друзья обязательно контролируйте риски следите за загрузкой депозитов что на данный момент у нас есть по тем инструментам за которыми мы следим индекс доллара консолидируется в районе 101 пункт как я уже отметил очень много для доллара будет зависеть от характера цифр по показателю инфляции которые выйдут а завтра если положиться на прогноз а участников рынка экспертов аналитиков то нас ожидает снижение инфляции с 5 до 4 и 4 процентов развиваю эту тему можно сказать что сохранение тренда нисходящего по инфляции может оправдать и выжидательную позицию американского регулятора ну конечно же за фрс мы думать не можем друзья просто можем предположить какого решения фрс будет придерживаться на последующих заседаниях вот например в июне и в июле я если вы следите за моим контентом еще по итогам мая допускал что ставку было бы целесообразно оставить на прежнем уровне на отметке в 5 процентов и не повышать ее до 5 25 тем самым не создавая дополнительную нагрузку на экономику но фрс все-таки принято решение удовлетворил как бы рыночный запрос потому что перед самим заседанием 99 процентов вероятности как раз расценивалось это повышение процентной ставки может быть это с точки зрения такого тактического статистического решения было бы оказалось верным потому что если бы фрс переиграл эту рыночную оценку и в конечном счете не дал бы того решения на которые рассчитывали все уж не знаю каким бы это последствиям привела но наверное бы куда более значительной волатильности соответственно снижение инфляции это очевидное доказательство того что текущая ставка справляется со своей задачей оказывает давление на цены и способствует постепенному возвращению на показатели индекса потребительских цен к целевому значению в 2 процента 4 4 процента по инфляции если фактически мы завтра увидим это значение это конечно же уже существенно ближе к двум процентам нежели чем показатель ставки 8 и 9 процентов которые наблюдались еще некоторое время назад будет ли американский регулятор повышать ставку мое мнение что нет я всегда полагаюсь на объективную оценку инструментов и двотчи который позволяет нам оценить рынчальное позиционирование так вот в июне в июле вероятность повышения ставки но практически стремится к нулю ну я считаю что несколько процентов это не такой уж и показателя которым можно было бы говорить но несколько процентов вероятности того что ставку на повысится очень интересный нюанс буквально только что посмотрел по этому инструменту в июле 35 процентов аналитиков допускают вероятность того что ставку могут даже снизить друзья это очень интересно конечно же ну возможно это связано с тем что участники рынка закладываются под негативное развитие событий связанных с потолком у государственного долга и банковским кризисом и в принципе правильно делать потому что при текущем фундаментальном фоне нам все что и остается это говорить об этом негативе и снижение процентной ставки это серьезный якорь для доллара в частности для любого валютного актива но если это решение будет просто даже обсуждаться кулуарно где-то в рамках американского регулятора этого будет достаточно чтобы притопить позиции доллара и отправить индекс американской валюты ниже поддержки 100 пунктов ровно вчера на вебинаре мы очень детально обсуждали ситуацию с потолком государственного долга всем большое спасибо кто смог на эти время подключиться если нет то в двух словах хочу сказать что актуальность этого вопроса сейчас ну прям очень высокая глава минфина джанет еллинг в эти выходные с такой пламенной речью выступила отметив что неспособность конгресс найти компромисс по этому вопросу полкова государственного долга может стать причиной конституционного кризиса в американской экономике и в конечном счете спровоцировать и привести к потере кредитной способности платежеспособности федерального правительства но по сути она говорила о вот этом дефолте по ее словам уже через месяц у минфина не будет средств чтобы обслуживать обслуживать государственный долг и сейчас кстати ее ведомство используют резервные фонды которые были предназначены для совершенно другого для того чтобы покрывать эти расходы посмотрим будет ли найден компромисс к июню если нет друзья ну как бы комментирую ситуацию словами джанет еллин будет нанесен серьезный непоправимых удар по репутации ущерба по как бы удар по настроениям потребительским бизнеса конечно же будут пересмотрены кредитные рейтинги со всеми вытекающими отсюда для негативными последствиями для американской экономики можно было бы сейчас делать оценку и прикинуть как будут действовать рейс и рейтинговые агентства snp фича модис но учитывая американские корни этих рейтинговых агентств я думаю что какие-либо решения сейчас приниматься не будут а вот европейское рейтинговое агентство scope ratings а уже поместила кредитный рейтинг сша на а пересмотр с понижением и основные причины как раз это развитие банковского кризиса отсутствие компромисса по потолку государственного долга какой-то немыслимого дефицита государственного долга сейчас и кто знает друзья каким последствиям все это в конечном счете приведет мне кажется что на текущем этапе мы как минимум должны делать выводы что доллар не самый лучший инструмент для того чтобы сейчас ожидать каких-то локальных максимумов это актив который в любой момент может перейти к обвальному на снижению и если это произойдет мы точно быстро сделаем нашу цель 100 пунктов ровно что касается данных по нонфарм фэрлс то одни оказали неоднозначное влияние на рынок когда количество рабочих мест выросло на 253 тысячи против прогноза 179 тысяч но был пересмотрен показатель позапрошлого месяца кстати тогда тоже был фактически цифру которую мы видели она была на отметке 230 чем-то 1000 а пересмотрена до 160 с небольшим и тут нет доверия к этому релизу сейчас поэтому этот отсчет практически никак не повлиял на вероятности повышения процентной ставки но с точки зрения того чтобы убедить кого-то что ставку американский регулятор дальше будет повышать делаем вывод что пока что ну нету факторов а и афона поддерживающего позиции американского доллара золото а друзья это актив как раз который пользуется спросом сейчас 2024 доллара за тройскую унцию по данным американской комиссии по торговле товарными фьючерсами 7 за прошлую неделю количество спекулятивного ланга по контрактам увеличилась с 185 тысяч до 195 тысяч это хороший сигнал который говорит о том что институционалы сейчас доверяют рынку драгоценных металлов ну а что еще делает когда банковский кризис набирает обороты в сша и мы вот так вот детально обсуждаем ситуацию с тем а что если все-таки дело дойдет до дефолта хотя конечно же если быть реалистом это маловероятно но самого фона сейчас и то что в заголовках сми этот акцент делается на эту тему достаточно чтобы на рынке сохранялись панические настроения и заставляли трейдеров перекладывать свои капиталы в защитные инструменты по золоту я как и раньше жду восстановление до локальных максимум 2 50 и потенциально еще выше европейская валюта пока без изменений 1 10 тоже ждем дополнительные триггеры завтра доллар будет ходить из-за отчета по инфляции а европейская валюта будет реагировать на движение доллара и если реализуется конечно же тот сценарий который меня говорил то потенциальный евро может завершить эту неделю существенно выше чем текущие значения британская валюта 126 16 цели 128 и потенциально выше это цели в рамках этой недели потому что мы ждем заседания банк англии в четверг вероятность повышения ставки на даже 50 байсных пунктов сохраняется индекс настроения сейчас подсвечивает хорошие возможности вот этого хоть и рискованного но очень большого с точки зрения потенциала заработка 80 процентов трейдеров фунта шортит и идем по пути наименьшего сопротивления ожидаем роста до тех уровней которые я назвал и пара доллар канадец 13367 наша долгосрочная цель 133 мы так близко подбирались к ней в рамках вчерашней торговой сессии low был 133 14 но пока что рынок снова откатил я думаю что 50 60 пунктов а друзья мы все-таки сможем еще выжить в рамках этой недели тем более что сейчас канадцу так сильно помогает рынок нефти восстанавливающийся за последние четыре торговой сессии больше семи процентов роста сильная статистика по национальному рынку труда канады и идея вот этой слабости доллара которая может реализоваться уже завтра на этом собственно все друзья большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии всем пока